Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Возможно, под этими видео снова будут вопросы, куда я так тороплюсь. Я снова вернулась из пады, отсняла стритстайл, отсняла на вдохновение видео по поводу того, что стоит одеваться прежде всего так, как нам нравится. Сейчас я снимаю видео про гречневый марафон. Итак, вчера я поела одну порцию гречки. Я рассказывала, что сварила с утра, поела примерно в 12. Это был единственный прием моей еды. Потом я поела также, наверное, 5 снова ложек пророщенного, пророщенного, если я оживаюсь, у меня овес, потому что по-итальянски я даже забываю, как называется, а комут, который мне нравится больше. Я никак не доеду, не куплю, так же, как и свой зеленый знаменитый чай. До сих пор пью куркуму плюс перец. Меня спрашивают, какие пропорции у такого чая. Если у меня маленькая кружка, стандартная чайная кружка, то я беру пол чайной ложки куркумы и чуть-чуть перца, ну, прямо-таки на кончике ножа. Единственное, что я выдавливаю, точнее, у меня маленькая машинка, которая прям-таки молит, поэтому там, наверное, прям-таки на кончике ножа. Но вы можете этот рецепт под себя подстроить, все очень индивидуально. Я, например, добавляю корицу. Но недавно я поняла, что корица очень сильно разбухает, размокает, становится слизеподобным таким веществом. И если я сразу не выпью свой чай, прям-таки быстро его не выпью, мне потом эту корицу нужно никак не заглотнуть, настолько неприятно. А корицу я люблю много, соответственно, ее много там разбухает. Поэтому все эти рецепты индивидуальны, не нужно привязываться к моему, либо к тому рецепту, который будет, возможно, оставлен под этим видео, кто-то с вами поделится. И вы сможете совершенно точно для себя выбрать нужную пропорцию. Единственное, что я хочу сказать, я стала добавлять также по утрам небольшое количество, опять же, на кончике ножа кокосового масла. Я не смогла пить этот напиток, мне некомфортно. Несмотря на то, что запах приятный, но мне прям-то это ощущение какого-то жирного, горячего напитка, но и не бульона, при этом мне вот действительно некомфортно, не понравилось больше, я не добавляю кокосовое масло. Я, если нужно, хотя я так еще не делала, просто если нужно, я его в рот себе прямиком отправлю и просто рассосу вот кокосовое масло во рту. Мне доставляет даже какое-то гастрономическое удовольствие. Мне нравится вкус, мне нравится запах. О запахе сегодня пойдет речь. У меня был оставлен очень интересный вопрос по поводу запаха изо рта. Я хочу сказать, что вообще запах изо рта – это, конечно же, очень сложная тема. Ее я никак не могу осветить, не будучи врачом, не будучи человеком, который имеет специальное образование. Но могу сказать, это как раз-таки то, о чем я никогда не упоминала. Возможно, из того, что и тема очень деликатная. Ну и также я всегда говорю, что, когда записываю видео, что ждать от гречневой диеты, я всегда начинаю и заканчиваю видео тем, что наверняка я что-то забыла. Я забыла в одном из своих видео сказать, что, да, на мой взгляд, и сухость губ ушла у меня как раз-таки потому, что я поменяла свое питание. И вот как раз-таки по поводу запаха изо рта. Запах изо рта, я думаю, что им страдает любой современный человек. Есть, опять же, миллион причин. Одна из причин – это так называемые пробки. Кто знаком с тензелитом, знает, что такое пробки, знает, какая это досадная проблема, потому что, ну, в общем-то, от тебя это не зависит. Для меня эта проблема была настолько сильной, что я была вынуждена, когда приезжала в Москву, постоянно ходить на промывание клору. Мне промывали, я думаю, все знают, как промывают миндалины. Это очень неприятно, это достаточно болезненно. И, в общем-то, только вот такое было мое решение неприятной вот этой проблемы деликатной запаха изо рта, которая прежде всего связана с тем, что вот эти вот накопления, накопления на миндалинах образуются. Соответственно, я знаю, что такое эта проблема, но могу совершенно точно сказать, что гречневая диета, опять же, вот спасибо за такой интересный и деликатный вопрос, она решила для меня и эту проблему в том числе раз и навсегда. Помимо запаха пота, помимо вообще запаха, который меняется от нашего тела, любой это может быть запах, с любых, скажем так, что бы мы ни выделяли, у нас меняется запах слуны, запах пота. Все выделения, которые мы имеем, они действительно начинают пахнуть по-другому. Я заметила это, когда мои дети стали прислоняться ко мне вот в районе, допустим, уха, вот как дети прижимаются, когда ты берешь их на руки, они стали мне говорить, что я вкусно пахну. Для меня это было удивительно, я, конечно же, не сразу это связала с гречневой диетой, это потом только я заметила, что да, запах пота куда-то пропал, а если даже ты делаешь пробежку, то запах пота вот действительно от твоей одежды, он не такой резкий, как он был. Я желаю всем, на самом деле, столкнуться вот с этими положительными изменениями. Если бы я раньше смотрела подобные видео, мне показалось, ну, невозможно, чтобы прямо-таки идут, как чудесная волшебная палочка и здесь. Так вот, возвращаясь к запаху изо рта, я раз и навсегда для себя решила вопрос не только боли в горле, как оказалось, но и запах вот этого, точнее, проблем вот этого запаха, который возникает, когда у тебя постоянно воспаленные миндалины. Но совершенно точно могу сказать, как человек, который уже давно раз и навсегда решил для себя проблему вот этих вот больных миндалин, а кто опять же знает, кто страдает танцелитом, кому не удалили гланды в детстве, знает, что это проблема, которая преследует тебя всю твою жизнь. Могу также сказать, как человек, который уже год, у меня, представляете, год не болело горло. Вот кто опять же страдает этим горлом, знает, что год, да даже месяц, это очень-очень большой срок. Раньше у меня постоянно болело горло, чуть больше, чуть меньше, но оно постоянно болело. Удивительно, но факт, но, конечно же, хочу здесь подчеркнуть, что не на самом гречневом марафоне у меня перестало болеть горло, хотя и это произошло, а благодаря тем привычкам, благодаря тому рациону, который я поменяла уже после своего гречневого марафона, просто потому что я смогла вот все эти изменения положительные отследить. И как показала практика моего питания, да, все это случилось, потому что я убрала молочное, потому что я сократила в разы количество животного белка, который принимаю и который существует в течение просто моего обычного питания. Я много раз рассказывала, что основной белок для меня – это прежде всего яйца, потому что я люблю яйца, и желток я люблю больше, но белок, конечно же, тоже я ем. Так вот, по поводу просто запаха, который может идти и быть неприятным от нашей слюны, например, могу здесь тоже совершенно точно утверждать, что так же, как и в случае с запахом пота, так же, как и в случае с любыми другими выделениями, я думаю, что любая женщина понимает, о чем я говорю, меняется запах совершенно точно. Есть такое выражение, оно очень грубое, но оно отражает суть, скажем так, проблемы. Без Голливуд, когда-то я прочитала, воняет. Вот прямо-таки так и было написано про Голливуд, который в то время сидел на очень популярной диете Аткинса, которая основана на том, что основная часть потребляемой еды для того, чтобы поддерживать вес, контролировать его, это должен быть белок. И вот действительно, разложение белка в нашем организме, хотим мы это признавать, не хотим мы это признавать, приводит к определенному запаху. Запах так называемого голодного желудка, наверное, при условии все-таки, что желудок здоровый, потому что, повторюсь, как я и сказала в начале видео, я не могу рассуждать об этих вещах, потому что у меня нет образования, образования специфического на эту тему, могу сказать, что запах просто голодного желудка, он тоже исчезает, возможно, потому что, повторюсь, вот исчезает и меняется вообще запах, который мы источаем от себя. Поэтому, дорогие зрители, поздравляю всех с третьим, четвертым, получается, четвертым сегодня четверг, с четвертым днем гречневой диеты. Сегодня, возможно, кто-то уже приобрел ту самую легкость, о которой я говорила, и в комментариях я уже вижу, читаю, что да, у кого-то вот эта легкость, она с третьего дня появилась, а кому-то, возможно, очень-очень сложно, и, возможно, завтра легче еще не станет, завтра будет пятый день, но после пятого дня, насколько я могу судить по себе, по комментариям, которые мне оставляют под старыми видео, под этими, возможно, будут подобные комментарии, вот после пятого дня действительно станет гораздо-гораздо легче, потому что произойдет вот эта перенастройка. Я читаю в комментариях, что многие добавляют в своей гречневой диете чернослив, сухофрукты, орехи и даже кефир. Я искренне рекомендую вам попробовать, все-таки попробовать, тем более, когда вы на такой, возможно, уже диете просидели 4 дня, попробовать на пятый день, на шестой день, убрать все, оставить только гречку. Возможно, результат вас впечатлит даже больше, возможно, именно этот результат станет для вас стимулом действительно попробовать убрать все-таки вот эту лишнюю глюкозу, она не нужна, мы разгружаемся. Эти лишние молочные продукты у кого-то это прежде всего кефир, либо йогурт, кто-то мне оставлял в комментариях. Орехи тоже стоит убрать. Орехи это не те продукты, на которых нужно разгружаться. А если вы едите орехи, то хотя бы их замачивайте. Это очень важно, замачивать орехи. Поинтересуйтесь этой темой, потому что я думаю, что очень много интересного для себя откроете. Попробуйте, попробуйте оставить монодиету в виде гречки плюс растительное масло, плюс соль, если вы не можете без соли, плюс любой напиток в виде травяного чая, зеленого чая, либо просто воды. И попробуйте посмотреть, попробуйте посмотреть, может быть, повторюсь, те изменения, которые вы получите в положительную сторону, будут для вас стимулом. Ну а те, кто на такой диете начали, кто на такой монодиете продолжает быть, мой сердечный привет, потому что я с вами на такой вот монодиете. Завтра пятница, увидимся завтра. На самом деле, я сегодня планировала записать, если бы не этот интересный вопрос, видео о том, как реагировать нам на реакцию окружающих, которые поняли, что мы сидим на гречневой диете, что, в общем-то, мы, скорее всего, будем еще какое-то время сидеть. Обязательно выпущу это видео завтра, потому что в преддверии выходные очень многие пойдут с подружками посидеть куда-то, с семьей поужинать, пообедать, и вы столкнетесь с тем, что вы должны будете сделать выбор. Вы на гречке, и, соответственно, вы просто чай попьете, если гречки под рукой нет. Либо вы с собой гречку эту принесете, либо вам ее приготовят, и вы, скорее всего, встретите очень много вопросов, очень много удивленных взглядов, ну и, конечно же, очень много комментариев, что скоро у вас волосы выпадут, зубы отвалятся, и ногти начнут ломаться, и много проблем вы себе наживете. Этому я посвящу отдельное видео. Приветствую всех еще раз. Четвертый день подходит к концу для меня. Вряд ли я сегодня буду есть гречку. Увидимся завтра, в пятницу. Я, Желеда, с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok